Добрый день! Поэтому сегодня мы поговорим и о прошлом, немножко особое внимание уделим текущей ситуации и заглянем в будущее, что связано с биометрической идентификацией. Что было сначала? А сначала было слово, и это слово было пароль. С той, кто идет, свои, ну свои проходи. То есть мы не знали даже, что кто проходит. Мужчина, женщина, свой, чужой. Мы знали, что есть только пароль. Причем пароли они используются и сейчас, и пароли стараются делать короткими, чтобы их можно было запомнить. Чтобы их можно было запомнить, пароли используют одни и те же для доступа к различным системам, что еще больше усугубляет ситуацию. С этим пытаются бороться. Администраторы вводят различные решения в составление длинных паролей, сложных паролей. Но это только приводит к тому, что пароли начинают записывать на листочках, крепить к монитору, и это становится достоянием всех. Более того, делают селфи, которые потом размещаются в социальных сетях и становятся доступны вообще всей публике. Какой выход из этого? Ну, наверное, надо использовать какие-то средства, которые не так просто было бы узнать. Но и здесь тоже не все так просто. Даже идентификацию с устройств, которые используют NFC, уже научились перехватывать и копировать дистанционно. С 2,5 метров это устойчиво и до 10 метров с некоторыми погрешностями. Следующий – это вопрос биометрии. Биометрия всегда остается с нами, ее нельзя потерять, ее нельзя забыть дома, ее нельзя передать. Но не надо путать биометрическую идентификацию, биометрию и иллюзию биометрии. Вот только что Данила рассказывал про iPhone. Следующий пример. Когда используют идентификацию по отпечатку пальца, либо по лицу для доступа в ДБО, в личные кабинеты, для оплаты, вот в данном случае это на сайте Аэроэкспресса. На другой стороне никто не знает, кто совершает платеж. Известно только одно, что биометрические данные этого человека, который совершает действия, соответствуют тем биометрическим данным, которые записаны, зарегистрированы на устройстве. Можно сказать, что не так просто подменить эти данные. На самом деле это оказывается достаточно просто. Достаточно просто. Операторы смогли снять на видео, как вводится пароль. Всего-навсего 6 нулей. И ваши биометрические данные могут попасть в чужой iPhone. Биометрическая идентификация должна быть удобной. Если она будет неудобной, ей не будут пользоваться. Биометрическая идентификация должна быть надежна. Все мы думаем про будущее, каким оно будет красивым, каким будет удобным. Мы попросим сок, и он будет приготовлен. Мы будем выходить из дома, и выключится свет, погаснет камин, откроется дверь. И мы представляем наше будущее вот таким радужным. Но простая бытовая ситуация может разрушить наше счастье. К этому тоже надо быть готовым. Есть ли какой-то способ биометрической идентификации, который позволил бы удобно и надежно осуществлять идентификацию человека? Да, такой способ есть. Идентификация по венам ладони. Мало кто об этом знает. Я был в госкорпорации управления воздушным движением. Они знали практически про все методы биометрической идентификации. И по радужке, и по сетчатке. Не говоря уже про голос и лицо, про отпечаток пальца. Но вот про вены ладони они не знали. Как это работает? Инфракрасное излучение. Вот здесь все хрупно нарисовано. На самом деле это вот такая вот маленькая-маленькая штучка. Инфракрасное излучение от светодиодов проникает под кожу, поглощается кровеносными тельцами. От остальных участков тела по-разному отражается. И формируется уникальный рисунок, который фиксируется на камере. По этому рисунку строится шаблон, который в дальнейшем используется для сравнения и идентификации. Шаблоны уникальные, формируются примерно в двухлетнем возрасте и со временем не меняются. У нас сухожилия и мышцы не дают мигрировать венам. Они оставляют постоянный рисунок. И самое главное, что этот рисунок достаточно такой сложной формы. И точность идентификации сопоставима с идентификацией по радужке. Вот эти два способа идентификации на текущий момент наиболее точны. Никто не хочет, вот как Алексей рассказывал, чтобы его узнал. Пытаются использовать какие-нибудь очки, пытаются использовать какой-нибудь макияж. Идентификация по венам ладони. Вот вы можете посмотреть на свою ладонь. Вены не видны. Они не оставляют отпечатков как пальцы. Их нельзя записать на диктофон или на видео. В мире нет еще ни одного способа компрометации. Проводились испытания в России и в коммерческих структурах, и в более серьезных. На текущий момент, слава богу, мы подтверждаем, что наше решение, которое выпускается в России, полностью и аппаратное обеспечение, и программное, которое имеет уже больше 6000 внедрений, причем одно внедрение в Бургер Кинге, это 510 ресторанов, нигде не наблюдалось способ фальсификации. Как это вообще используется? Да что ж такое-то, а? Как это используется? Почему именно вены? В данном случае мы видим, что если мы возьмем отпечаток пальца, и он будет мокрым, то никакой идентификации не произойдет. Если он будет покрыт пылью, идентификации не произойдет. Идентификации по венам, так как мы берем не внешний рисунок, а внутренние кровеносные сосуды, лишены этих недостатков. Руки могут быть холодными, могут быть порезанными, могут быть ожоги, мозоли. Идентификация в любом случае будет проходить достаточно надежно. Идентификация не зависит. Перевернутое почему-то изображение, прошу прощения. Но в данном случае видно, что идентификация происходит против света. Вот если мы будем использовать лицевую биометрию, даже вот здесь вот, у нас будет либо засветка, если идет освещение сзади, либо будет недостаточное освещение, как вот у нас на стенде. В данном случае идентификация по венам работает даже в таких вот сложных условиях. Но идентификация по венам, это не панацея от всех бед, у нее тоже были недостатки, наверное, еще и какие-то есть. Все мы знаем, что стремимся к удаленной идентификации. Никому не хочется куда-то уходить, все хотят идентифицироваться, работать из дома. В мае месяце мы сделали решение и презентовали его, это удаленная идентификация по венам ладони. Да, надо иметь устройство, да, надо его подключить к компьютеру, но на компьютер не надо ставить никакого программного обеспечения. Через веб-браузер происходит идентификация, и человек не вводил ни логина, ни пароля, но его идентифицировали по фамилии, имя и отчеству, показали. Еще раз, идентификация по венам на ладони, это безопасно, есть сертификаты медицинские, то, что это безвредно, это не какое-то излучение рентгеновское или радиоактивное, это инфракрасные лучи, которые приходят к нам вместе с Солнцем точно так же. Это точно, и это эффективно. Решение, которое было внедрено в Бургер Кинге, окупилось за полгода. Ну и о будущем. Все мы хотим, чтобы как-то вот это будущее представить. Идентификация бывает кооперативная, когда мы хотим, чтобы нас идентифицировали, когда мы входим в магазин для того, чтобы совершить покупку без карты, без лишних движений, и это приветствуется. И она может быть не кооперативной. Когда за нами, вот как Алексей рассказывал, с камер различных следят. В Китае это отрывок из фильма «Черное зеркало». В Китае уже подводят социальный рейтинг. В Китае идентификация идет практически через все камеры, и полностью известно, кто куда и когда пошел. И по этому социальному рейтингу вам могут предоставить или не предоставить билеты на поезд, переехать в другой регион страны. И этот рейтинг меняется. Самое интересное, что люди, которые в Китае находятся, и вот здесь в фильме, они, вот как это режиссер увидел, они друг на друга начинают писать сообщения. Да, он вел себя не социально. Да, он вспылил. И социальный рейтинг человека тут же падает. Мы хотим в каком будущем жить? То, которое удобно для нас, которое нас окружает, которое... И идентификация происходит, когда мы хотим, когда мы прикладываем палец, когда мы подносим ладонь, когда мы смотрим в камеру, либо когда за нами начинают следить. Вот выбор за всеми нами. Спасибо. Спасибо большое. Я готов ответить на вопросы. Александр, есть два вопроса. И первое, что заметил, вы также в своей презентации показали, что универсальной характеристики биометрически нет, и человек должен сам выбрать, который использует. Особенно фильм с голосом, где парень после лечения, протезирования, удаления зуба не сможет говорить. Два вопроса по технологии. Первое. Использует ли вы проприетарный формат или открытый? Или можете и тот, и тот использовать? Я знаю, что недавно были ГОСТы разработаны, которые описывают не только требования к лицу, не только требования к голосу, но и требования к отпечаткам пальца и требования к венам ладони. По отпечаткам пальца, я могу сказать, мы однозначно и уже очень давно соответствуем этим стандартам, требованиям ГОСТа. По венам ладони, недавно провели анализ, наш технический директор дал заключение, что мы точно так же соответствуем требованиям ГОСТа. Поэтому, если Центробанк принимает решение использовать в дальнейшем в единой биометрической системе идентификацию по отпечаткам пальцев, либо по венам ладони, мы готовы принимать в этом участие. Спасибо. И второй вопрос. Вот недавно на форуме на одном прочитал, что если мы сидим что-то жирное перед идентификацией по венам, то не сможем пройти идентификацию или верификацию. Так ли это или нет? Ну давайте проверим. У нас здесь есть оборудование, и я уверен, что такую идентификацию можно будет пройти и до, и после. Так что миф распространенный в интернете, вы можете проверить на стенде управления. Не надо верить всему, что написано в интернете. Я вот чуть-чуть дополню. На Армия 2018, а вот здесь вот на Интерполитехе эта компания присутствует. Это компания, которая разрабатывает специальные защитные крема и очищающие крема для рук для военнослужащих, чтобы можно было как-то так вот в полевых условиях защитить и потом помыть руки. И когда я это увидел, мы с сыном пришли, как раз выходной был, я говорю, надо как-то это проверить. Он говорит, ну давай сейчас намажемся. Вот он намажился одним кремом, я намазался другим. Пришли, идентификация проходит. Часто задают вопросы, а вот у женщины, а вот крем там, идентификация проходит, потому что мы берем не внешний рисунок, мы берем внутренний рисунок вен. Инфракрасное излучение проникает под кожу. Так что все это работает. Подходите на стенд, можно будет посмотреть, что находится внутри вот этого черного ящика. Все производится в Екатеринбурге, гарантия на оборудование 5 лет. Программное обеспечение тоже разрабатывается в Екатеринбурге. В Москве присутствует команда технической поддержки и есть демонстрационная зона, где можно познакомиться с гораздо большим количеством оборудования. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.